Друзья, здравствуйте! Сегодня я познакомлю вас с прогнозом на первую половину марта. Вы видите новую фотографию. Это фотография еще одного российского города. Кстати, в двух прогнозах на февраль можете сравнить. На первую половину февраля была фотография Оренбурга, а на вторую половину февраля город с похожим названием, но совершенно другой. Это Екатеринбург. Ну что ж, попробуйте угадать этот город. Для чего эти фотографии? Напомню, что прогноз сделан по московскому времени. Если вы живете в других регионах России или в других странах, делайте поправку на собственное время. Начну с небольшого негатива. День 1 марта, начало месяца, будет нервным и напряженным. 5 мая не стоит назначать свидания, ответственные встречи и важные дела. А вот начинать новые проекты лучше всего 11 и 12 марта, ну а завершать их уже во второй половине марта. При этом надо быть готовым к некоторым неожиданным, а иногда и острым ситуациям. 13 и 15 марта, дни повышенной аварийности, также возможны перебои с интернетом и телефонной связью. Ну а теперь перейдем к позитиву. Лучший день для покупки цветов и подарков, понедельник 4 и очень неплохой день среда 6 марта. С 6 по 10 марта, это дни, окружающие наш общий женский праздник, космическая погода способствует посещению кинотеатров и музыкальных концертов и прогулкам с видом на водную гладь, ну от маленьких прудов до морских пляжей. Это дни, когда хочется носить матовые, ну предпочтительно розовые очки и отрешиться от реальности. Из этих пяти дней, пожалуй, 7 марта несколько уступают остальным дням. В эти же дни многим из нас захочется помочь тем, кто по-настоящему нуждается в помощи, ну и кому не до розовых очков. И в большинстве случаев эта помощь будет искренней и вполне продуктивной. Для тех, кто хочет и может себе позволить совместить прекрасный женский праздник с отпуском, лучшие дни для отъезда это 6, 8, 9 и 10 марта. Хороший день для экскурсий 6 марта. В отличие от мужского праздника 23 февраля, который я ранее рекомендовал провести как можно более традиционно, то именно в этом году, 8 марта, можно позволить себе творческий подход и придумать что-нибудь новое и оригинальное. Ну, для покупки женской одежды, украшений и аксессуаров, посещения салонов красоты и парикмахерских, хорошие дни 4, 6, 8, ну и, пожалуй, даже не только 8, а с 8 по 11 марта. Ну вот покупку дорогой мужской одежды и аксессуаров рекомендую отложить на вторую половину марта. Если же эта покупка не требует, требуется именно вот как бы в середине месяца, то лучше это делать 4 или 15, 14 или 15 марта. Ну, а вот покупку спортивной одежды и товаров для спорта, ну, а также приобретение электроники и электроприборов, я очень рекомендую отложить на вторую половину марта. Ну, дела домашние. Наилучшие дни для покупки продуктов и товаров каждодневного спроса – это 6, 9, 12 и 14 марта. Приготовление домашних алкогольных напитков, пожалуй, лучший день 2 марта, но не поздним вечером, а также второй день для этого – это 10 марта. Приготовление вареньев и джемов – 10 марта. Для копчения и сушки наилучший день 4 марта. Ну, а для засолки огурцов и помидоров лучше день 2 марта, но, опять же, не позднее где-то 4 часов дня по московскому времени. Подготовка к дачному сезону, посадка рассады, и, пожалуй, посадку рассады лучше отложить до второй половины марта, как и прививки и опыление домашних растений. Для борьбы с вредителями домашних растений лучшие дни 11 и 12 марта. Ну, что ж, друзья, на этом мы прощаемся. До новых встреч. Всего вам самого хорошего. До свидания.